Всем привет, с новой геймдрагон, и сегодня у нас продолжение бобров, сори, я выпал на почти полторы-две недели, я заболел, но мы тут все семейством болеем. Вот, у меня еще голос не креп, точнее горло, голос-то у меня нормально, а вот с гордышком могут быть проблемы, поэтому прошу меня простить заранее. Итак, слушайте, я вам в прошлый раз говорил, что у нас начнется засуха, но вот засуха через 0.9 дня. В принципе, мы с вами построили вот эти все дамбы, тут водичку мы сейчас давайте закроем, а, ну, у нас закрыто все, тогда мы будем накапливать, здесь тогда надо приоткрыть один, наверное, я думаю, так, сейчас посмотрим, ну, потому что у нас сейчас засуха, нам этот резервуар надо наполнить, поэтому она пускай наполняется, а мы будем, я даже не знаю, чем мы сегодня будем заниматься на самом-то деле, если уж так откровенно говоря. У нас начинают расти деревья, потихонечку каштаны наши растут, полив достаточный, ну, это пока временно, опять же, здесь у нас вода есть, здесь у нас набегает, и как только у нас, давайте чуть ускоримся, да, чтобы это было интереснее, то думаю, что так медленно все происходит, не могу я ждать на единице, ну, то есть, если ты играешь в чил в каком-то режиме сам, то, возможно, и окей. Так, смотрите, достаточно быстро наливается, мы можем теперь здесь высоту 0,5 поставить, чтобы не так уж круто было, хотя нет, можем рубить вообще по полной, все, стопорим, а то у нас немножечко даже из берегов вышло, вон она, тут вот кое-где. Так, хорошо, я, наверное, знаете что, у нас сколько, 58 бревен, здесь у нас место для посадки потихоньку растет, у нас у меня есть одна свободная кровать всего лишь, и я думаю, ну, нам надо расширяться, то есть, мы как бы уже немножко выросли из территории, вот. Я вам в прошлый раз говорил, что надо пробить вот эту воду здесь, чтобы вот здесь вода еще больше начала уходить, здесь она, видите, перебита и так, то есть, она не заходит. И когда здесь у нас пойдет уровень воды ниже, я, кстати, здесь заложил второе колесо, то здесь поток должен стать еще сильнее, потому что, ну, понятное дело, больший перепад, большая нагрузка. Ну, и ко всему же нам надо добираться потихоньку до вот заброшки металлической, так, неплохое место вот здесь, потому что здесь есть постоянное естественное озеро, но и самое главное, у нас здесь есть вот большая заброшка здесь и здесь шахта. Это вот новая фича игры, поэтому нам надо будет расти. Как нам сюда расти, вот. Ну, во-первых, нам надо плодородие здесь обеспечить определенно, потому что, ну, мы вряд ли будем выращивать деревья только в одном месте. Кстати, вот есть вторая шахта здесь, да, и здесь у нас больше нигде шахт нету, да. Нет, есть еще, а, о господи, сколько здесь еще территорий. Тогда я прям не знаю, ну, однозначно нам надо будет больше одного поселения, но я вот думаю, если я здесь пробью, здесь потечет сюда, то есть однозначно у меня здесь вот эта часть, вот это все будет зеленая. Может быть, даже я до этой доберусь шахты быстрее, чем до вот этой, это сильно далеко. Давайте посмотрим, чего нам стоит дом построить. Я сейчас еще не помню, я подзабыл все это, во-первых. Так, это нам погрузочный, нам не рекомендовали построить пост строителей, так. Это металл, это дерево, где здесь пост строителей? Это механическая мастерская, бумажный, печатный, хижина подносчиков, древесная мастерская была. Так, а где новый дороги объект? Вот, нет, это междурайонные ворота. Что дают? Разделяют районы. Для чего? Непонятно. Районный центр. Значит, база для района с основным населением, ресурсами, автономной сетью дорог. Дает работу строителям. Так, хорошо, 4 строителя, вон вижу. Так, да, а сколько оно стоит? А оно стоит ничего, просто работу, да? Тогда давайте еще раз посмотрим. Значит, у нас мы сюда дотягиваемся, и у нас дистанция, ну вот, в полкарты. То есть, если я сейчас возьму и плюхну эту... Ну, во-первых, надо это, наверное, не здесь строить, а где-нибудь все-таки в зоне досягаемости этого района. Я так себе это представляю, хотя я могу очень серьезно и ошибаться. Значит, здесь у нас будет вода, внизу мы ничего строить не будем. Вверх, возможно, я срублю. Возможно, я еще не уверен. Здесь у нас какой уровень? Ага, здесь у нас на одну выше на этом берегу, чем на этом. Так. Хорошо. Тогда мостик, наверное, вот здесь построим для регуляции. Хм. Интересная концепция, на самом деле. Где построить так, чтобы было максимально классно? В воде я тоже не построишь. Если сюда между районами должны быть ворота. Вот для этого нам и нужны ворота. Так. Хорошо. То есть... То есть я, по сути, согласно механике игры, могу поставить ее где угодно. Хоть здесь. Просто я должен поставить, буду ворота. Тогда, наверное, мы сейчас разберемся с дорогами сначала. Ну, давайте добьем дорогу до конца почти. То есть я ставлю здесь для какой-нибудь лестницы. Так. И куда-нибудь... Ах, ладно. Не получится. Там лестницу. Сделаем лестницу здесь. Так. Теперь я беру ворота. Где я буду считать, что район у нас заканчивается? Значит, у нас заканчивается реально район вот-вот здесь. Вот красненькое. Так. Поэтому, наверное, мы этот новый район сделаем вот здесь. Наверху. Так. Эй. А... Угу. То есть я понял. Хорошо. Ладно. Ну, вот это, конечно, не очень удобно. С точки зрения игры я ожидал, что здесь... Можно будет ее просто поверх построить. Ладно. Пускай будет так. Значит, это межрайонные ворота. Благо, они строятся без ничего. И теперь районный центр. Районный центр у нас... Еще раз что-то я туплю сегодня. Видимо, сказывается болезнь. Так. И районный центр я могу построить без ничего. Поэтому он у нас обеспечит... Нормально. Вот тут зелененькое. Здесь, по этой, конечно, это объезд далеко. Мы сделаем это по-другому. Мы сделаем это... Вот. Ну, не знаю. Ну, пускай будет вот так. Так. А получается нормально. Тогда мы это вот так делаем. И здесь это все сносим. Тогда... А, стоп. А давайте-ка... Нет, подождите. Сносим. Давайте-ка отменим снос. Знаете почему? Если нам нужны какие-нибудь работы в этом регионе, где-нибудь вот здесь вот внизу, возможно, правильно сначала сделать работы. А с другой стороны, какие работы? Ну, серьезно. Если это будет вода... То есть мы просто потом здесь застелим терраформингом. Ладно, сносим нафиг. То я хочу, не хочу, сношу, не сношу, непонятно. Что нам надо? Нам нужны дома, нам нужны деревья здесь, нам нужны деревья. Кстати, хороший момент. У нас здесь деревьев нет. Значит, нам нужен какой-то склад, правильно? Чтобы наши носильщики что-то носили. Куча бревен. Давайте построим сюда. Давайте-нибудь в центре сюда. И хотелось бы занимать эту часть. Здесь домик. Здесь вот у нас... А здесь плодородие сейчас разовьет. Сейчас вода сюда пойдет, здесь будет плодород. Здесь все нормально будет сейчас. Ладно. Давайте разворачиваем сюда. Это куча бревен. Что нам надо с бобрами решить? Значит, надо позвать парочку рабочих. У нас этих рабочих, по-моему, уже и нету, да? А если мы отсюда заберем рабочих? Вот. В этом районе нет свободных рабочих. Это понятно. Приснится по смешным складам в фоновом режиме. Хорошо. И как это вообще должно все работать? Здесь ничего. А здесь 155 и 69 бревен. Как сделать так, чтобы сюда поперлись бобры? Ну, 4 бобра. Ладно, хотя бы 2. А, вот. Переселение бобров. Вот. Район 1, район 2. Значит, район 1. Тут автоматически иммиграция включена. Иммиграция включена. Давайте здесь делаем 2. Так. Что нам это даст? Даст нам здесь? Да, даст. Вот. Джабир и какой-нибудь еще. Вон, Джабир побежал. Ура. И какой-то малычек к нему, да? Каску. Он молодой еще. Так. У нас появился первый бобр. Есть бревна. И нам надо как-то перетащить сюда. Нам нужны какие-нибудь строители, перетаскиватели. По-любому. Труд. Погрузочные грузчики помогают рабочим в своем районе. С транспортировкой. Чем-то значение. В своем районе. А за пределами хижины строителей дают работу дополнительным строителям. Окей. Так. Распределители. Распределяют запасы по другим районам. Во. Вот это наш. 250. У нас 937, кстати, умений и знаний. Это прикольно. А это принимает запасы из других районов. Короче. Раз. И два. Нам надо. Значит, это. Ой-ой-ой-ой-ой. А можно без вот таких огромных построек? Ну, хотя бы вот так. Ладно. Хотя бы так. Значит, тогда это разворачиваем. Будет этот здесь. А этот. Мы поставим. Давайте поставим. Вот сюда. Он сюда идеально вставляется. Стройте, господа. Посмотрим, что выйдет. 2,9 засуха. Стоп. 2,9 засуха. Здесь закончится. И здесь. А, здесь останется водичка. Ничего страшного не случится по той простой причине, что здесь перестанет ток идти воды. И здесь у нас вода должна держаться. Здесь она не утечет, потому что только... Да, значит, у нас все отлично. Все, мы с водой, господа. Ура! Смотрите, сюда водичка побежала. Мы даже, может, успеем. Она сейчас здесь сольется и начнет стекать сюда. Ну, ладно, пускай хотя бы так. Но мы даже до конца... Здесь 50 лошадей. Ну, воды, объем падает, конечно же. Засуха идет, и у нас падает объем. Ничего, это ожидаемо. Это нормально. Главное, мы здесь разрушили. Здесь у нас... Смотрите, видите, все зарастает потихонечку. Так, мы построили пункт приема, и у нас есть древовидная фигня. И первым делом, что нам надо построить, это хижины жилья. Блин, где жилье? Не нравится мне эта иконка. Я вообще не могу воспринять ее как иконка жилья. Ее надо перерисовать. Значит, вопрос, куда? Ну, давайте жилье будем здесь строить. Одно сюда, одно сюда. Хотя бы так. Кроме того, мы можем поставить сбор дерева. Где сбор дерева? Лак дровосеков. Сюда перебраться можно будет потом, конечно. Здесь у нас железо. Хотя бы пускай вот эти соберем. Так. И где тут у нас подснос? Рубка деревьев. Эй. Вот так. Здесь очистить. Ну, вот так вот. Пускай будет. Эх, чуть-чуть не хватает, чтобы водичка побежала дальше. Опять же, из-за объема. Но это мелочи. А построить здесь шлюз, наверное. Начинает обратно выльется. Меня интересует, как здесь поступать. Здесь надо шлюз вот здесь делать. И, наверное, так как здесь... А, здесь два, здесь один. Смотрю, где делать уровень удержания воды. Наверное, все-таки вот здесь внизу. Но мы пока туда не доберемся. Чтобы здесь была, а здесь будет все плодородное. Плодородное, плодородное. Так. А что у нас такая какая-то спокойствие и тишина? Маршруты. Нет маршрутов. Давайте забьем маршрут. Добавить маршрут. Отсюда. Вот сюда. Ну, бревна, наверное, для начала. Посмотрим, понесут, не понесут. Да. Видите, смотрите. Ушла засуха. Ну, потому что началась засуха. Ушла вода. И, видите, вода отхлынула. Аж сюда. Ну, окей. Зато мы будем знать, как это работает. Стоп. А почему? Я, как бы, ожидал, что здесь вода останется. Хм. Тогда получается, что? Она утекает, типа, обратно сюда, чтобы течь сюда. Ну, вот я же говорю, нужны стрелки направления движения воды. Очень-очень не хватает. Тогда, ладно. Этим не хватка. Здесь хотя бы вода осталась. Это уже хорошо. Здесь у нас жрачка остается. Кстати, что у нас сожрет? Сожретой нормально. Кстати, надо бы... Вот. Тут у нас картофель жареный, каштаны, ягоды. Где у нас хранятся? Морковки, хлеба. Значит, нам нужно построить еще небольшой склад сюда обязательно. В этот район. Ну, давайте к центру распределения его поставим. Так. Сделаем таким вот образом. Может, это не очень эффективно. И воду нам надо здесь. Ой, я что забыл. Водокачка нам нужна. Точно. Тогда здесь сразу, чтобы не забыть, добавляем сюда... Где она тут? Морковка. У нас морковки сотка. И ягод надо добавить. И еще маршрут добавить на ягоды. Ягоды в конце. Спасибо, что здесь по алфавитному порядку. Так, есть. Вода. Но воды здесь нет. Хлеба здесь тоже нет. Вы сейчас начнете дохнуть, блин. Вода. Водокачка. Значит, водокачка у нас будет здесь. Мы ожидаем, что здесь вода будет. Этот вопрос мы решим. Это даже не обсуждается. Получается, одна будет здесь, одна здесь. Только эту сейчас на паузу пока поставить. Так, и резервуар нам нужен. Нам большой резервуар бы не мешало. 20 шестеренок пока нету. Огромный. Растительная башня. Рашает землю вокруг, только на земле... А, то есть ты в нее типа заливаешь много-много воды, а потом она... Окей, но это не наш вариант. Это водоотводчик. Избавляется от воды. А это просто насос. Значит, тогда мы сюда сейчас поставим. Раз, два, три. Вот такой у нас будет район тут небольшой. Так, ну вот идти не хватает. Я знаю. Может, тебя временно перевести пока обратно, пока ты не сдох? А можно вас больше? А у нас больше нету. То есть у нас три места есть. Это здесь, скорее всего, в этом районе, да? Потому что здесь у нас не построено. Да, слушайте, с районами как-то так пока... Туго. Ну, Джабир, минус 12. Дружище, а может, я пока временно действительно... Где у нас была эмиграция? Джабир, где-то Джабир у нас. Район номер два. Нет Джабира. Макарабарабу. А, то есть Джабир все равно здесь останется, да? А как тебя перевести? В этом районе должно остаться... А, я указываю, минимум, который должен остаться. Хотя бы десяток. Черт его знает. А вот перевод. Значит... Во. А, это минимум дети, это минимум взрослые. Окей, я Джабира пока перевел. Пусть Джабир убежит. Убежит? Убежит, отлично. То есть можно, в принципе, их... Ну да, все, они живы, здоровы. Здесь все... Окей, хорошо. Вода придет и будет нормально. Тогда окей. Меня это устраивает. Еще полтора дня почти засухи. Мы, конечно, строителей... Что мы хотим в первую очередь построить, интересно? Наверное, водокачку или склад. Нет, склад в первую очередь. Как тебя повысить приоритете? Вот так. Нужно 15 бревен. Здесь бревен нифига нет. В пункте распределения есть морковка. Уже хорошо. Хотя бы еда есть. И, по-моему, Джабир нашел работу на распределительном бомбе. Нет, это Яву. Хорошо. Ждем. 07 дня. Время достаточно быстро бежит. Так. Елочки наши чудесинки. Ну, ждем окончания засухи. Переводим Джабира обратно сюда. Будет нам счастье. Ну вот. И засуха закончилась у нас. Пошла вода. Я здесь открыл дамбу, чтобы она быстрее наполнилась. Я понимаю, что она уменьшит нагрузку. Тичнее, создаст меньше нагрузки на колеса и меньше будет вращаться. Но зато сюда сейчас все заполнится. И, в принципе, мы можем переводить Джабира. Блин. Все время я забываю, где эта миграция. Значит, здесь минимум 1. 1. Лучше минимум 2 там построить. И, в принципе, район 2. Давайте мы сюда переведем. А, это минимум, да? Ага. Окей. Я понял. Хорошо. Джабира вернем сейчас. Малыча прибежит сама. Так. Ой, это был. О, то есть он даже работает. А почему написано 1 тогда только? А, это он здесь работает. А на самом деле... Так, стоп. А как посмотреть состав 2-го района? Вот. Джабир уидэбл. Уидэбл. Уребарба. Уа. Так. Хорошо. Построили склад. Значит, у нас будет уже куда и чего носить. И водичку, пожалуйста. Водичку. И после этого резервуар. На своих харчах пока. Так. Ну, здесь что у нас? Вода потекла. Да. Вода потекла. Здесь можем закрывать теперь. Все. Она сейчас наполнится и так. Здесь колесо лупануло опять на 90, а то и больше лошадей. И теперь проверка, как у нас здесь течет. Медленно, но течет. Я сейчас хочу посмотреть, как оно вот здесь сольется. Все. Здесь же у нас закупорено. Да. В радиусе нечем заняться. Ну, в смысле, нечем заняться. А, ну, да. Все. Разобрать. Пойдешь воду качать. Ох, вы какие. Ну, так стройте. Быстрее. И будет вам радость. Сколько вам на 12 бревен? У вас нифига нету, как обычно, да? Куда вы все это дели? Хорошо. Как-то можно... А, здесь неким. Понятно. А ну-ка, рабочие места. О. Да, вопрос. А что у нас исчезло? Ну, то есть, если они 4 сразу сюда прибежали, откуда они убежали? С каких других рабочих мест они побегали? Ладно. Сейчас узнаем. 4.12. Ну, вот, хоть что-то задвигалось. Так, смотрите. А здесь, на самом деле, не так-то и густо оно заливает, потому что, ну, уровень, соответственно, да, небольшой. Зато оно вылилось сюда. То есть, если здесь это все перегородить, оно поднимется выше и начнет опять выливаться. Ну, короче, гидростроительные эти работы, надо подумать, как оно будет реально круто. Но здесь вот 150 лобает по полной программе. Построим еще это на 150. Я не знаю, просто, просто сказочно будет. Просто пока некуда это применять. Я жду тысячи, я хочу построить обсерваторию, которая выдает не одну единицу науки за время, а сразу 10. Вот, где оно тут? Смотрите. За 0.75 часа, это за час выдает одну, это за 0.75 выдает 10. Надо 200 лошадей. Я как бы согласен, 200 лошадей. Ну, вот можно, кстати, готовить тогда, наверное, почву в постройке. Я вот только не помню. Тебе для строительства надо? Нет, не надо. Дорога, я просто не помню. Нужна ли им дорога будет для того, чтобы построить или нет? Так, ну, водичку они здесь классно не перебегают. Шкура мокрая будет. Вода здесь идет в накачку. Еда. Еда здесь пошла. Ягоды 10. Морковка 8. И два дома они построили. То есть, в принципе, не плодиться здесь уже могут начать. Вопрос в другом. Где брать дерево? Брать дерево придется, наверное, отсюда. Все равно пока что, потому что здесь очень тесно. Значит, для того, чтобы нам было не так тесно, я смотрю на уровни, наверное, давайте строить потихоньку переходы. А переходы надо строить с лестницей. Значит, эта платформа у нас еще не открыта. Это тройная по высоте. Двойная это вот такая. Здесь одиночная. Я просто думаю, где лестницу делать? На платформе или перед платформой? Сколько это стоит? 2 на 4 это 4 на 4. А лестница у нас стоит 1 на 4. То есть, наверное, правильнее будет построить вот раз, два, три. Вот это будет, наверное, самое оптимальное. По ресурсам, мне кажется. То есть, я так прикинул у себя в голове, но, по-моему, это самое оптимальное по постройке. 2 на 4. А это 4 на 4. А это 1 на 4. То есть, досок у нас все равно пойдет одинаковое количество, а вот бревен на лестницу пойдет меньше, чем на такую, на три штучки. Все правильно. Тут мосты, правда, есть. Длиннючие, подвесные. Но, опять же, у нас должен быть уровень одинаковый. Хотя, стоп. Тут две. Одну лестницу сюда, а переход здесь делать. А ну-ка, подождите. Я сейчас быстро попробую. Раз, два. И лестница. Так. Раз. И лестница. Лестница. Так. В чем это говорит? Это говорит о том, что у нас 2,4 и 2,4. Это будет... А вот эта конструкция и эта, если я правильно посчитал, стоит одинаково. Насколько вот это изящнее, чем вот это, мне кажется, нет. Поэтому давайте вот эту развалим. Вот. Мне она не нравится. Сейчас. Я забыл, где опять сносить это все. Вот так будет изящнее. И здесь можно закопать эту. Эй. Закопай дорогу. Ну, что ты? Тае-мае. Две недели не играл. Все позабывал напрочь. Абсолютно. Так. И там они дотянутся. По-любому дотянутся. Сейчас еще дорогу построим, когда здесь будет. А дорогу мы построим следующим образом. Вот так. Чтобы здесь, если что, квадратное что-то вставить. Да. Вот так будет более изящно. Хотя здесь, опять же, вниз придется спускаться. Но мы пока не за железом этим. Мы вот за вот этими деревяхами. Кстати, по поводу деревях. Значит, давайте вот это сразу сюда поставим. Чтобы мы потом не забыли, когда у нас это сюда. Это сразу скостить. Это тоже срезать. И это у нас один уровень. Да, один уровень. Поэтому нам нужно будет... Ну, пускай вот здесь будет. Так. Все. Пускай живут своей жизнью. Здесь водичка течет. Пусть ее и немного... О, какой ход он побежал. Куда ты пошел? А, серьезно? То есть, вот это построить мы не можем, да? Чтобы бегать. Но в обход побежать мы можем. Странные вы, ребята, однако. Так. У нас сюда доски не привозятся. Вот почему мы здесь можем строить. Так. Еще один новый маршрут. Сюда же на ДД доски. Вот так. Пускай возят доски. И сейчас здесь сразу все задвигается. Такой неспешный у нас сегодня прогресс на самом деле. Потому что вот с этими районами надо разобраться, как оно все работает. У нас вот здесь вот зеленка хорошая. Здесь вот, смотрите, какой бурный поток идет. Интересно, почему. Ну, за счет чего. То есть, здесь такой, здесь перегорожено. Здесь перегорожено. Он сюда утекает и сюда. Здесь, конечно, горловина шире. Соответственно. И получается то, что получается. Так. Сколько здесь выдает? 90? 150? Интересно. А этот чуть-чуть меньше выдает. То есть, надо, наверное, на 200 будет еще чего-то нам поставить. С другой стороны, нам наука же не нужна поставить. Пускай будет постоянно. Так. Это маршруты, а это запасы. Ягоды, морковки. Я так понимаю, это именно вот в этом центре обмена. Так. Так, морковок у нас много. Воды у нас тоже дофигища. Все. И здесь все забито водой. Шикарно. Вот. Смотрите. Эту построили. Но тут все делают через одно место. Давайте. Достраивайте уже. Нет. Еще четыре доски. Есть доски у нас? Есть. Ура. Все. Теперь вот это. И теперь можно собирать. Чего? Это постройка не соединена с центром дороги. В смысле не соединена с центром дороги? А. Ну да. Извините. Вот. Все. О. Он аж дотягивается аж сюда. Да. Наш центрик. Соответственно, они построят эту штуку. Не будут бегать. Постройки не хватает рабочих. Какой? Ага. То есть они с воды убежали. Такие. Да. Значит сюда. Ну давайте мы одного удалим. Хотя здесь воды и так достаточно много. Триста. А как посмотреть сколько здесь? Здесь сто одна. Сорок восемь бревен. Уже. Уже. Ягод до черта. И даже досок достаточно. И у нас две койки свободные. Давайте мы еще раз у нас появилась. Свободное дерево. Сделаем вот так. И здесь сделаем вот так. Объясню сейчас почему. Этот сюда. Этот сюда. Нет. Вот этот неправильно. А давайте мы их вместе. Чтоб носиками туда были. Здесь почему. Потому что я хочу оставить место для лестницы. Вот. Чтобы можно было подниматься наверх. А сверху поставить. Где у нас развлекуха и благополучие. Кстати у нас костра нету здесь. Им тоже нужен костер. А вот сюда прикольно поставить. Так. А вот эту. Терраску на крыше. Это вот так. И тогда лестницу. Вот сюда. И тогда здесь придется сделать одну дорожку. Так. И надо же тогда вот этим вот. А что это мы? Новому району сделали. А старому не сделали. Значит старому району мы хотели сделать. Как-то очень хитро. Я помню. Как это было у нас такая хитрая. Замануха. Только я уже не помню. Как я ее хотел поставить. Ладно. Сейчас разберемся. Можно я поставить конечно вот. Ну это расточительство немножко будет. Так чисто. Психа ради. Работает. Еще кучу мест экономим. Правда дороги тут у нас. Целая площадь выстроилась. Ну а что пусть будет. А. Вот. Еще и зуботочку надо поставить. Чтоб совсем были все счастливы. А вот тут вот. Рядом с домиком. Так. Во. Все счастливы будут. Никто не уйдет обиженный. Ну что ж. Вот как-то так. Значит. Тут у нас крутится. Надо где-то придумывать гораздо больший перепад. У меня вопрос. Пишите в комментах. Мне вот очень важно понять. Скорость у нас все-таки от высоты зависит перепада. Или не зависит. Или просто от грубо говоря закона обернули. Здесь широкая трубка. Здесь узкая. Где узкая скорость течения выше. Ну чтобы просто понимать. Потому что я вот смотрю что. Ее 160 выдает на самом деле. То есть. То есть действительно у нас увеличилась выработка. Но не намного. То есть я ожидал гораздо больше. Я вот просто смотрю вот на этот проток. Он почти ровный. Такой же как этот. Только этот вообще какой-то сумасшедшей скорости. Правда здесь высоковато. Если вот эту воду. Вот. Вот эту воду. Сделать очень быстрой. И поставить здесь пару колес. Вот здесь. Вот здесь. Вот например. Вот здесь. Здесь будет такая длинная производственная цепочка. Правда вот это срыть надо. Вопрос. Как добиться того. Чтобы здесь была большая скорость воды. Надо перегородить здесь. И поставить здесь. Изолированной постройки. Че это? А ну да. А как вы построили наверху. Не сделав лестницу. Как это у вас так выходит? То есть. То есть надо городить вот здесь. Открывать вот здесь. Тогда и здесь пойдет поток пошире, побольше, повыше. Может так и сделать? Я тогда переживаю. Аж до здесь тогда произойдет. А, черт с ним. Эксперименты. Значит эксперименты. Тут надо снести все. Тут надо головину хорошую делать. Это можно как раз оставить. Так. Не знаю, дотянутся они до нее или нет. Мне кажется, нифига не дотянутся. Постройки не хватает рабочих. К кому? К какой постройке? Флаг собирателей. О, это плохо. Дерево у нас должно быть по-любому. В сборе всегда. Кстати. А у меня вопрос. Мне надо указывать, чтобы их собирали. Или они будут сами рубить. Или я должен сказать, что под снос. А, так я указал, что под снос. Только мне надо расширить зону под снос. Я же ее расширил. Это каштаны у нас? Каштаны надо очистить. Нормально тогда получили. Вот это тоже. Все, все остальное пускай рубите. Что хотите, то и делайте. Так. Тогда нормально. Здесь. А, это не здесь. Это вот здесь убрать. Ну, попробуем. Они туда не дойдут. Он скажет мне, что вы слишком далеко. И все такое про... А, блин, оно еще и высоко. А, по воде. Ну, в смысле, по... Если... Ну, по-дурацки, конечно. Ну, вообще не дотянуться. Есть тут спуск? Ну, есть. Но это далеко от центра. А где можно сделать еще? Можно сделать вот здесь, например. Так. Сюда построить лесенку чудесенку. И попробовать. Получится? Нет. Так. Что не очень эффективно. Но попробуем. Так. Для того, чтобы было эффективнее, мы сделаем следующее. Где опять это разрушение? Вот так. Нет, тут не надо. Вот так и вот так. О! Попробуем. Только сделайте это очень быстро, пожалуйста. Я хочу узнать, вы доберетесь туда? Мне кажется, очень далеко. Ах ты, зараза! Чуть-чуть. А нет, расширилась. Все, сейчас бобры утонут нафиг. Все, смотрите, ломанулась вода. Ай, бобер, собирай, блин, пасту. Вот это является разделителем, видите, таким. То есть... Поэтому и надо было вот это убрать. Вот. Сюда ломанулось быстрее. Ну, чуть ускорился. Поток, это, конечно, не вот здесь. Вот мы видим однозначную разницу в потоках. Но если мы добьемся сюда, здесь перекроем, это будет вообще шикарно. Может вообще поставить вот здесь вот несколько колес, вот тут, вот, вот, вот тут. И не париться тем, что будет здесь. Хотя оно будет и здесь работать, и здесь работать на самом-то деле. Здесь вот медленно, потому что здесь озеро. Вход быстрый. Выход-то походу. Походу, оно, мне кажется, что все-таки закон Бернули здесь больше работает, чем закон перепад высот. Ну, то есть поставить, чтобы вода падала сверху, например, то колеса будут крутиться. Я не знаю, работает ли оно так или нет. Оно работает от того, что ты внизу ставишь. Вот. Мне, мне нужно это. Опа. Опа. Смотрите, мы высосали всю воду. Мы высосали всю воду именно вот водокачками. Вот за этим надо следить. То есть, как бы, концепция хороша, но она не до конца. А, стойте. Она отличная. Только делается это не так. Вот здесь открывается. И эта вода должна пойти назад. Если вдруг здесь станет меньше, она должна назад уйти. Вот, смотрите, если открыть вниз, то есть она здесь утекает. То есть, ток создается воды. Во. Видите, назад пошла, смотрите. Вот видно, что она тут вперед-назад двигается. То есть, как бы, вот-вот назад пошла. Сейчас зальется. Когда остановится, пойдет назад. То есть, здесь выкачивают, и она сюда заливается. То есть, здесь принцип сообщающихся сосудов и недостачи объема. Вот, сейчас опять пошла вперед, смотрите. Видите, куда. Все, можно оставить эту открытую. Здесь будет всегда нормально. В радиусе нечем заняться. Ну, логично. У меня вопрос, дружище. Как бы тебя вот к этим бревнам достроить? Так это далеко. Тут бы по прямой было бы покруче. Но мне это все не нравится. Ладно. У нас с вами тысяча есть. Давайте откроем науку. А это что такое? Завод запчастей големов. Цистерна биотоплива. О, мне нужен будет сок древесный. 300 шестеренок. В общем, нет смысла пока сейчас открывать. Ждем следующего. Производство тогда шестеренки. Завод шестеренок. Сотка. Завод бумаги. Печатный станок книги. Где динамит? Скажите мне. И я скажу. Это древесная мастерская. Шахта. Плавильня. Здесь у нас что? Водяной фермерский дом. Давайте его тоже откроем. У нас вот такого не было. Мельницы всякие. Давайте всю вот эту еду пооткрываем сейчас. Что у нас осталось? 66. Ну, на этом и закончим. Так называется. Механическая мастерская. Нужно 120 киловатт. Из одной доски делает одну шестеренку. Очень, кстати, неэкономное производство. Скажу я вам. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Оно выглядит так же, как и остальное. Тогда, может быть, тебя... Вот так. Объясню зачем. Здесь я выведу вал, если вдруг надо будет. Вот сюда. Стоп. Здесь прямой. А здесь сюда. Тогда... Ладно, тогда здесь вот так. Здесь прямой можно... То есть, получается... Да, вот так тогда мы... А здесь мы здесь... Во! Вот на этом мы сэкономим. Так, вот так и вот так. Все. Причем вот это у нас... Где тут приоритеты были? Вот. Вот так. Нет, приоритет, чтобы не, во-первых, подойти туда могли. А к постройке? А во-вторых, ну... Во-вторых, ну... Во-вторых, просто, чтобы было. Вот так. Если не отсюда, будут заносить сюда. Правильно? Правильно. Все. Сейчас-то все доделаем. Будет выход... Сколько здесь получается? Ну, все равно 60 остается. Как бы там ни было. Возможно, надо расширить на две, и тогда будет побольше. Черт с ним. Ладно, пускай так будет. Засухи не предвидятся пока. Нет, здесь водичка есть. Здесь все течет. Вот этих разобрать. Лестницу пока оставить. Тут вот эта хорошая поляна. Давайте, знаете чего? Давайте попробуем, раз у нас мы открыли еду, пищу, давайте попробуем построить фермерский домик на воде. У нас здесь вот с вами много воды. То есть, давайте ее использовать. Это какой? Это водяной фермерский домик, точнее. Это обычная. А нам вот надо водяной, так? Ну, я даже не знаю, как оно должно работать. То есть, это выход куда? Это выход на лестнице. Так, значит, это будет здесь. Правильно? Я могу так ее построить? Нет. Нет. Это неправильно. Он будет затонувший. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тогда домик строится, получается, наверху. Да, елки, иди сюда. Вот. А спуск... Давайте здесь два влезет. Влезет. В этом случае оставим один. Здесь тут же ставим лестницу, чтобы она у них была. Ну, чтобы сюда не бегали. Итак, и вопрос. А как мне теперь сажать это все? Посадка деревьев, кустов. Это все, что растет на обычной траве. Посадка растений. Значит, это рогоз. Это кубышка. И это... Нет. Картофель, подсолнув. Морковь, пшеница. Значит, нам нужен рогоз и кубышка. За восемь дней... Как это сажается все? Расскажите мне. Вот так, типа? По ходу. Сейчас узнаем. Сейчас построят, и мы узнаем, чего надо для постройки. Этого доски, бревна. В принципе, нормально. Дороговато, конечно. Вот. Давайте. Стройте. Будем смотреть, как это у них работает сейчас. То построим это. Нормально. Так. Построили они ферму и кричат, что им нечем заниматься в радиусе. В смысле, нечем заниматься, если я вам сказал, чем заниматься. Вам надо посадить вот это. А. Вам не хват... Все, я понял. Вам не хватает лестницы. Да? Да. Все. И тут же побежали сажать. Смотрите. Камыши сажают. Достаточно шустро сажают камыши. Восемь дней. А вот эти 12 дней. То есть, у нас, в принципе, будет с вами такой некий севооборот. То как-то они так растут странно. Они должны, по идее, расти. А, видите, они, получается, мне кажется, что чисто графически в игре сделано так, что они садят по максимальному уровню, который может быть воды здесь. То есть, в идеале, расчет на то, что вода будет под верхнюю кромку, и тогда они будут лежать. Но тогда вопрос эти. Эти будут под водой, если здесь будет на двух. То есть, либо кувшинки надо сажать на глубину два, либо это не имеет значения. Просто чисто эстетически. Так это работает. Ну что ж. Окей, пускай, если это так работает, пускай так и будет. А мы с вами будем на сегодня заканчивать. Наши 40 минут пролетели как-то очень быстро. Не знаю, сколько там на монтаже получится, но для меня вот 50 минут чистого времени. Ой, через три дня будет засуха. Готовимся, как обычно, к следующей серии засуха. А на сегодня всем пока. С вами был GameDragon. Увидимся. Пока-пока.